На носу масленица Здравствуйте дорогие друзья Я тоже решила поделиться с вами своим фирменным рецептом масленичных блинов Для того, чтобы приготовить блины нам понадобится мука я ее кладу всегда на глаз 2 яйца соль сахар соль на вкус сахар я где-то примерно 2 столовых ложки потому что я делаю блинчики сладкие те, которые любят мои внучки еще нам понадобится с вами буквально на кончике ножа пищевая сода также очень немножко ванильного сахара пару столовых ложек хорошего масла ну и конечно же простокваша а блины я буду делать заварные понадобится нам еще стакан кипятка ну что приступим сначала мы с вами разбиваем 2 яйца берем венчик и начинаем их взбивать добавляя ну где-то вот пол чайной ложечки соли я использую гималайскую я очень ее люблю она придает такой пикантный вкус немножко и солит и как-то особенно подслащает добавляем туда здесь у меня уже приготовлено 2 столовых ложечки сахара песка все мы это тщательно перевешиваем и хорошо взбиваем вот мы с вами взбили яйца посолили их посахарили потом мы туда вливаем именно простоквашу посмотрите какая у меня прямо настоящая простокваша где-то я использую ну стакан 250 грамм и также дальше продолжаю наше блинное тесто взбивать уже теперь простоквашу такой запах идет от простокваши вот у меня готово уже жидкое тесто пока не тесто, а снова под тесто и я начинаю на глаз вмешивать туда муку ну муке я думаю понадобится где-то на это количество блинов ну где-то стакана почти 3 вот так и что я сейчас делаю мы же с вами знаем, что оладьи от блинов не очень сильно отличаются и поэтому я сейчас практически делаю тесто на оладьи первое тесто, которое должно у меня получиться тесто как на оладушке я вот так его беру и венчиком взбиваю до такой степени, чтобы ни в коем случае не было комочков масленица это вообще такой самый любимый наверное праздник у нас он всегда идет целую неделю обжорства перед постом великим и так как я родом из Сибири этот праздник знаменовал окончание зимы проводы ее прям вот так весело-предвесело с сжиганием обязательно огромного чучела вот самая интересная забава у нас была это такой высокий-высокий столб и на самой верхушке вешали всякие там в то время эти сапоги там резиновые, галоши еще какие-то вещи очень нужные для деревни и вот мужики сибирские должны были залезть и стрелять этот или вырвать зубами себе или своей любимой этот приз ну что, пока я вам тут рассказывала про сибирские забавы тесто у меня, посмотрите почти той консистенции, которой ну, почти надо, да? дальше, фишка в чем? не все добавляют в соду, в блины а вот этот рецепт требует немного соды смотрите, что я делаю сыплю соду наверх сыплю немножко ванилинчика который чуть-чуть буквально придаст такой легкий вкусный аромат дальше я беру уже готовый у меня кипяточек и начинаю на глаз но в первую очередь кипяточек я лью именно на соду она погасится ее не надо дополнительно гасить она как раз погасится кипяточком я лью первую порцию кипяточка может быть, его и хватит и быстро-быстро вбешиваю кипяточек вот видите получается вот такое тесто ну и в завершении это, конечно, сейчас мы все добавляем это буквально пару ложек растительного масла чтобы блинчики очень легко отставали от сковороды вмешиваем масло берем половник или поварешку, как у нас говорят берем половник и проверяем тесто на густоту тесто должно не отрываясь видите, оно у меня не отрывается не отрываясь лица значит тесто мы замесили с вами я очень надеюсь то, что надо вот такой у нас получился рецепт и сейчас мы начнем с вами выпекать наши масляничные блинчики ну что, друзья тесто наше немножко постояло сковорода раскалилась и мы попытаемся испечь первый блин опять блины, видите сковорода у меня большая я привыкла печь блины большие говорят большому блину и рот рад ой переворачиваем наш блинчик ну видите чуть-чуть получился с изъянчиком ну вот так аккуратно поправили и совершенно никто не заметит раз и дырочки нет чудеса блины очень нежные поэтому требует вот очень осторожности большой и сноровки блинчики наши румянятся пока я их жарю могу вам рассказать интересную историю своей юности самое любимое что делала моя бабушка для меня была это как раз блинчики и любила я их есть со сковородки или фаршированные с домашним творожком и вот когда я училась в институте на втором курсе сдала прекрасно на одни пятерки сессию и захотела пойти работать и перевестись на заочное вот благополучно ушла гулять так как это были каникулы у студентов вот устроилась уже правда днем на фабрику работать представляете вечером иду дома а у меня свет горит меня бабушка и дедушка воспитывали я думаю наверное что-то случилось собираю домой сидят бабушка и дедушка злые говорят мы такого позора натерпелись только что приходила директор школы с завучем она узнала что ты собралась работать и бросить институт можете представить как меня стыдили мои бабушка с дедушкой ну соответственно это уже была глубокая ночь а вставать на работу мне нужно было в пять утра потому что мой рабочий день должен был начинаться в шесть часов я должна была взвешивать зерно на кормоцехе ну и что я конечно долго не спала уснула очень поздно утром рано в пять часов бабушка меня будет ну что Маринка ты пойдешь на работу но я же почти не спала мне так не захотелось вставать я говорю да нет баба наверное не пойду она говорит спи-спи внучечка а тебе какие блинчики на завтрак просто со сковородочки или фаршированные я говорю со сковородочки вот такая история в моей жизни есть о блинах вот такое солнышко у нас получилось в самом конце весеннее можно сделать чтобы оно у нас улыбалось вот оно даже улыбается правда ну вот такая горочка блинчиков у меня сегодня получилась 15 штучек на этот рецепт дорогие мои я вас хочу поздравить еще раз с масленицей ну так как сегодня самое окончание этого замечательного праздника я хочу попросить у всех прощения может быть я кого-то в этом году обидела простите меня и желаю всем здоровья крепкого прикрепкого силы духа весеннего настроения оптимизма и творческих успехов на Субтитры подогнал «Симон»